Добрый вечер! Вы смотрите специальный выпуск новостей и с вами я, Мурада Хондов. Сегодня состоялась церемония инаугурации президента Азербайджана Ильхама Алиева, который победил 7 февраля на внеочередных президентских выборов, набрав 92,12% голосов избирателей. Таким образом, Азербайджан вступает в новую эпоху под руководством Ильхама Алиева. Итоги предыдущих 20 лет, а также ожидания от следующих 7 лет мы обсудим с нашими гостями. К нам в студию подключается депутат парламента Азербайджана Асим Малазада, а также с нами в студии депутат парламента Азербайджана Кямрад Байрамов. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Асим Малазад, немножко сделаем экскурс в историю. Вы были очевидцем событий 90-х годов, и тогда 20-летний период президентства Ильхама Алиева ознаменовалось тем, что Азербайджан вернул суверенитет над всей своей территорией. И вот вы, как участник, как очевидец этих событий в 90-х годах, как вы помните это все? И вот если сравнить тот Азербайджан и сегодняшний Азербайджан, что вы могли бы сказать? Сегодня Азербайджан построил государство, которое может себя защитить. Азербайджан сегодня стал независимым государством, потому что он не зависит ни от кого, ни экономически, ни в вопросах безопасности, потому что Азербайджан смог за все эти годы создать свои вооруженные силы. И очень важно, об этом говорил сегодня президент в своей инаугурационной речи, единство народа и лидера позволило нам закончить оккупацию территории. Очень образно президент сказал, что бюллетень, который во время голосования он опустил на избирательном участке Хан Кенди, явился последним гвоздем в гроб сепаратизма. Сегодня Азербайджан победил, потому что он четко создавал и вооруженные силы, и экономическую базу, которая позволила нам оснастить вооруженные силы Азербайджана самым современным вооружением. Сегодня у нас современные вооруженные силы. Сегодня Азербайджан усиливает свою безопасность, создавая элитные подразделения, снабжая их самым современным оружием. Азербайджан сегодня обладает уже своей оборонной промышленностью. И это делает нас действительно сильнее, делает сильнее наше государство. И одновременно идет единение народа и государства. Я хочу вернуться к выбору. Во время избирательного процесса я стоял в очереди и обратил внимание на то, что избиратели, я сам с этого избирательного участка, избиратели пришли выразить своему лидеру благодарность. Благодарность за победу, благодарность за Карабах. И это выглядело так, что на каждом из избирательных участков стояли длинные очереди. Я сам прославил где-то минут 30-40 и имел возможность общаться с теми, кто пришли сказать спасибо. Спасибо за победу, спасибо за нашу безопасность, спасибо за целостный Азербайджан. Для нашей страны эта историческая эпоха завершилась победой и созданием сильного государства. И сегодня перед нами стоят новые задачи. Началась новая эпоха развития нашего государства, нашего народа. Об этом сегодня говорил президент. Президент о всех направлениях, которые для нас являются самыми важными. И очень важным направлением является увеличение благосостояния народа, усиление азербайджанской экономики, диверсификация азербайджанской экономики. И новый процесс для нас это зеленая энергетика. Азербайджан, который исторически являлся лидером в конвенциональной энергии. Первая нефть в мире, первый газ. Все это началось в Азербайджане. Первые трубы, первые танкеры. А сегодня Азербайджан переходит на зеленую энергетику, использует самые современные технологии для того, чтобы энергетика солнца, ветра, водных ресурсов сделала нашу энергетическую систему диверсифицированной. И это очень важно для того, чтобы сохранять природу нашей красивой страны и двигаться в общем мировом тренде развития. Сегодня Азербайджан это современное государство, которое имеет собой цель усиливаться во всех направлениях, развиваться. И самое главное, это то, что наше государство должно сделать так, чтобы новое поколение азербайджанцев, сохраняя свой дух любви к родине, одновременно обладало достаточно серьезными знаниями и опережало, и было в тренде общем мирового развития. Для нас это очень важно. И вот сегодня мы имеем дело, мы живем в этом государстве. В государстве, где есть единство народа, государстве, которое нацелено на очень амбициозные задачи. — Благодарю вас. Кем-мамин, следующий вопрос у меня к вам. Небывалая высокая явка была на последних внеочередных президентских выборах, что и подтверждали не только экзитполы, но и международные наблюдатели, которые принимали участие в наблюдении за президентскими выборами. Мы видели, как народ отдал свой голос за своего президента, выбрал своего лидера. И то, что мы видим сегодня во время инаугурации, президент Ильхам Алиев говорил о единстве, говорил о молодежи, о будущем поколении. То есть следующие 7 лет правления президентства Ильхам Алиева будет ознаменоваться новой эпохой развития Азербайджана. Мы понимаем, что сейчас, после того, как Карабахская проблема была решена, после того, как территории, которые были оккупированы в 90-х годах, были возвращены под суверенитет, под контроль Азербайджана. Каким вы видите будущее, и как вот это единство народа, который проголосовал за своего лидера, будет дальше развивать Азербайджан? Как вы видите следующие 7 лет? — Спасибо, брат. Прежде всего, в пользу случаями, хотел бы поздравить всех нас и зрителей вашего телеканала с избранием Ильхама Алиева, президентом Азербайджана. Да, и сегодня он был привезен к присяге, состоялась инаугурация. Как вы отметили, действительно, эти выборы ознаменовались не бывало высокой явкой населения. И, как вот отметил мой уважаемый коллега Асималем, действительно, на избирательных участках был, так скажем, полный аншлаг. И мне тоже, как и Асималем, пришлось достаточно долго прождать, чтобы проголосовать. Я бы сказал, что это... Асималем тоже это заметил, отметил этот момент. Да, это своего рода, так скажем, выражение благодарности Ильхаму Алиеву. Потому что на сегодняшний день, даже до проведения голосования, не было сомнений в том, кто будет президентом. Вопрос был в том, насколько наше население покажет свою консолидированность, свою консолидированность нашего общества именно на этих президентских выборах, на этом важном общественно-политическом событии. И действительно, наш народ доказал и показал, что он любит своего лидера, он доверяет своему лидеру. И на сегодняшний день Ильхам Алиев пользуется безусловной поддержкой населения своего электората. И, опять же, не бывала высокая явка 76,43%. Это очень высокий процент и среди многих других стран. Ну и, естественно, рекорд, собранный Ильхамом Алиевым голоса, 92,12%. Здесь это показывает, что он пользуется беспрекословной и безусловной поддержкой населения. И я думаю, что для него это дополнительный стимул на предстоящие 7 лет продолжать политику по усилению, по укреплению азербайджанского государства, по укреплению армии Азербайджана, по проведению реформ в нашей стране, в том числе и в социальной сфере, и во всех сферах общественной жизни, а также продолжение проведения независимой политики Азербайджана, которую сегодня проводит Ильхам Алиев и, так скажем, результатами которыми мы наслаждаемся и сегодня. Действительно, во время выступления на церемонии инаугурации господин президент затронул очень важные вопросы, сделал ряд месседжей определенным кругам, странам. Я бы хотел бы особо остановиться на том моменте, когда господин президент говорил о том, как он голосовал и где он голосовал. То есть в начале своего выступления он отметил, что он голосовал в Ханкиндее, и он голосовал в здании, в здании, в котором в свое время принимались решения и постановления по истреблению азербайджанского народа на территории Карабаха. Вместе с тем принималось решение о Ходжалинском геноциде. Это здание, в котором также сидело руководство сепаратистского режима, и это то здание, в котором было принято решение о самороспуске этого сепаратистского объединения. Это все, естественно, очень символично, и действительно именно то, что господин президент проголосовал там, это был тоже своего рода месседж, в том числе и Армении, и остатком этого режима, которые до сих пор пытаются его реанимировать своими заявлениями. Но вместе с тем вы упомянули вопрос по поводу молодежной политики. И это тоже был одним из лейтмотивов выступления господина президента, где он отметил, что действительно одним из залогов нашей победы в 44-дневной войне была наша молодежь, было ее правильное воспитание. И, естественно, на последующие 7 лет была обозначена цель по поводу образования нашей молодежи, дальнейшего воспитания в духе патриотизма. Вместе с тем, помимо молодежной политики, была также обозначена цель по дальнейшему укреплению армии Азербайджана, по усилению военно-промышленного комплекса нашей страны. И вместе с тем я бы хотел особо отметить, что одним из главных лейтмотивов выступления и обозначенной целью было продолжение восстановления территорий, которые были освобождены от оккупации. Вы знаете, что на сегодняшний день ведутся очень широкомасштабные и фундаментальные работы по благоустройству, по строительству на данных территориях, а также обеспечение возвращения наших сограждан в свои родные места, которые также имели возможность впервые в истории голосовать на выборах непосредственно с мест своего проживания, вот куда они вернулись. Это тоже достаточно символично. Вместе с тем хотелось бы также особо отметить, что господин президент также коснулся мирных переговоров с Арменией. И очень примечательен тот факт, что, как мы все знаем, буквально вчера и сегодня армянская сторона опять совершила ряд провокаций на условные границы с Азербайджаном. И все это было, так скажем, совпало с инаугурацией президента. Это тоже немаловажный факт. И господин президент достаточно четко дал понять, что все такие провокации будут иметь соразмерный ответ, а даже более жесткий ответ, который также имел место в ответ на провокации в Зангеландском направлении. И вместе с тем, опять же, господин президент обозначил свою позицию по поводу мирных переговоров, что эти переговоры должны вестись непосредственно между Азербайджаном и Арменией, без всякого рода посредников, без каких-либо предусловий. И на сегодняшний день, господин президент это тоже отметил, то, что сегодня есть немало сил, немало государств и организаций, которые пытаются выступить в качестве посредников. Но мы все с вами прекрасно знаем, чем оканчивались вот эти инициативы по посредничеству, по мирным переговорам. Вы знаете, это касается также и Европы, и Соединенных Штатов Америки, во Франции. Вместе с тем, очень примечателен тот факт, что господин президент также отметил, что мы не нуждаемся в никаких посредниках, то есть будем договариваться напрямую с Арменией. И есть определенные результаты. Это и совместные заявления администрации президента с аппаратом премьер-министра Армении в конце прошлого года, заседание комиссии по делимитации, демаркации границы Азербайджана и Армении. Вместе с тем, прямые контакты, они всю жизнь, хоть и неофициальные, хоть и по дипломатическим каналам, но они есть. Это уже прогресс, но вместе с тем, вы знаете, вот все-таки вызывает озабоченность и, честно говоря, даже возмущение вот эти провокации, которые вот случились недавно на условной границе, ведь на протяжении порядка 4-5 месяцев на границе было спокойно. То есть это еще раз показывает, что все-таки армянское руководство, оно все еще несерьезно относится к вопросу мирного урегулирования и мирных переговоров по мирному договору, и опять же, его, так скажем, заявления армянского руководства, они очень сильно разнятся с его действиями. И касательно этих, я чуть отойду от темы в плане, по вопросу провокаций, вопрос в том, что кто это сделал и зачем это было надо. То есть тут два вопроса. Понятно, что это была инициатива армянской стороны, вопрос в том, было ли это сделано, совершено, предпринято по, так скажем, по распоряжению армянского руководства, либо это было сделано в обход него. Что еще хуже? То есть если это второй вариант, то тут получается, что армянское руководство, премьер-министр Армении, он фактически не контролирует армию, не контролирует, не надирает над армией, а это еще хуже. То есть это может привести к еще более плохим последствиям не для Азербайджана, для Армении. Потому что Армения в любом случае получит соразмерный ответ. И Азербайджан это доказал не раз. Он это доказал и во время 44-го дневной войны, он это доказал и при антитеррористических мероприятиях, вот и по недавним провокациям. Доказал, что азербайджанская армия стоит на границе, азербайджанские пограничники ведут службу, и любая провокация будет сопровождаться, будет иметь негативные последствия именно для Армении. Благодарю вас. Асим Мелем, продолжая тему, Камер Мелем только что говорил про мирный договор, который пока что не подписан, но стороны постепенно идут к этому. И в конце прошлого года были позитивные месседжи и как со стороны Азербайджана, так и со стороны Армении. Мы видим некоторые провокации на границе, и сегодня во время своего выступления президент Ильхам Алейб отметил, что говорить с Азербайджаном на языке шантажа, говорить с Азербайджаном на языке угроз сегодня невозможно. Что доказывает и показывает реальность то, что на следующий год Азербайджан будет продолжать увеличивать обороноспособность. Есть бюджет для Министерства обороны, для развития вооруженных сил Азербайджана. И также президент коснулся момента того, что он упомянул, что Азербайджан не имеет территориальных притязаний к какой-либо другой стране и требует того же для себя, чтобы ни одна страна мира, включая Армению, не имела территориальных притязаний к Азербайджану. Как вы думаете, будущий мирный договор, он за горами или не за горами? – Судя по поведению армянского руководства, оно серьезно боится двигаться к миру и признавать территориальную целостность Азербайджана. С одной стороны, это давление на них стран, которые живут в своем неоколониалистском типе мышления, и они пытаются знаменить, скажем так, Россию в Армении и выполняют заказ армянской диаспоры, которой нуждается трагедия армянского народа для того, чтобы петь свои песни о геноциде и собирать для этого финансы и делиться с политической элитой стран, в которых они живут. Вместе с тем, я думаю, что единственный выход спасения для Армении – это отказ от территориальных притязаний к Азербайджану и Турции и незамедлительное заключение мира. Но, судя по всему, армянский руководство боится. Боится реваншистов своей страны, боится диаспоры и делает все возможное для того, чтобы затянуть принятие решения, затянуть подписание договора. И каждый раз придумываются какие-то причины, мифические причины. И я надеюсь, что они, по крайней мере, граждане Армении жаждут мира. Их интересы радикально противоположны интересам диаспоры. Им нужен мир, а не реванш и война. И я надеюсь, что граждане Армении заставят Пашиняна и его правительство двигаться в направлении мира. Иначе они потеряют власть, потому что они пришли на волне с жаждой мира армян Армении. И если они не выполнят свои обещания, то каждый день, кстати, идет информация о том, что рейтинг Пашиняна в Армении падает, именно потому что он не двигается в направлении заключения мирного договора. Народ видит эти игры. И я думаю, что сегодня есть шанс для мира, есть шанс для создания нашего региона, как региона сотрудничества, как региона, в которой проходят очень важные стратегические проекты. И единственная страна, которая вне этого процесса, это Армения. Это изолировали они сами себя. Они стоят вне развития, вне тренда, который сегодня продвигается в нашем регионе благодаря воле Азербайджана. И если Армения останется в стороне, то помимо серьезных социально-экономических проблем, эта страна будет страной, которая живет в закрытом пузыре своих амбиций, мифических амбиций. Благодарю вас. Камер, как утверждают многие эксперты, и как показывает нам, я бы даже сказал, жизнь, сейчас в мире происходит определенное событие. Это война на Ближнем Востоке. Это война в Украине. Это событие, которое происходит в Соединенных Штатах. Мы это читаем в СМИ, видим, как перед президентской гонкой в Соединенных Штатах не все спокойно. Это касается и Техаса, и внутренней борьбы, и проблемы Евросоюза, проблемы миграции. И то, что весь этот миропорядок, который был установлен начиная с 1945 года, после окончания Второй мировой войны, он начинает давать сбои. Это касается как международных организаций, так и некоторых союзов и военных блоков. Как вы думаете, в такой сложной геополитической ситуации, в условиях такой ситуации в мире, когда везде происходит определенный накал страстей, скажем так, поднимается, президент Азербайджана Ильхам Алиев, он освобождает территорию от сепаратистов с минимальными жертвами и очень быстро начинает восстанавливать территорию, которая 30 лет находилась в заброшенном состоянии, через которую проходили, сепаратисты установили нелегальную торговлю и вырубка деревьев, это эксплуатация природных ресурсов и разграбление этих природных ресурсов. Мало того, что природных ресурсов, так и дома они грабили, которые остались после беженцев. И вот в условиях такой сложной ситуации во всем мире, когда старый миропорядок, старый мир уже перестает работать, функционировать как раньше, как бы вы охранизовали политику Ильхама Алиева, вот эту сбалансированную политику, потому что устанавливать хорошее отношение со всеми странами мира, и в том числе и регионы, это требует определенной мудрости, конечно же. Спасибо. Благодарю вас за вопрос, Мурадан. Интересный момент в том, что до 7 февраля народ Азербайджана проголосовал за Ильхама Алиева, поблагодарил и оценил возврат территории, восстановление территориальной целостности, восстановление нашего суверенитета, конституционного строя на всей территории Азербайджана. Но мы не будем забывать, что да, это самое главное достижение Ильхама Алиева, это исполнение его главного обещания, предвыборного обещания, еще данного в период первого президентства в 2003 году. Но если мы посмотрим, Ильхам Алиев проводил в эти годы, в эти 20 лет очень сбалансированную политику, как внутреннюю, так и внешнюю. На сегодняшний день мы благодарны господину президенту за то, что он полностью поменял облик нашей страны, как внутри, так и внешне. Сегодня Азербайджан самодостаточное государство, проводящее независимую внешнюю политику. И как вы отметили, в условиях, в турбулентных временах во всем мире, где очень много воин, гражданских воин, вместе с тем очагов сепаратизма, неоколониализма. То есть во всех этих условиях Азербайджан является островком, так скажем, и надежности, и, в принципе, спокойствия, так скажем. Вместе с тем, я бы хотел особо отметить, что даже несмотря на то, что мы были в условиях войны с Арменией, в течение 30 лет Азербайджан не переставал развиваться. Он и сегодня развивается. Даже в условиях 44-гневной войны наша экономика не перешла на военные рельсы. Правильно? Значит, это было... То есть экономическая составляющая нашего государства была настолько сильна, что даже в период войны наша экономика не перешла на военные рельсы. И в связи с этим это связано с тем, что действительно Ильхам Алиев построил очень сильное государство с очень сильной экономикой. То есть он все это предусмотрел заранее. И он планомерно готовился и к этой войне, и к восстановлению нашей территориальной целостности. Многие, даже в нашем обществе, относились к этому скептически. Фактически они, так скажем, смирились с тем, что, возможно, эти земли могут вернуться, но не скоро. Ну, Ильхам Алиев своей, так скажем, своей политикой, своей, так скажем, мудростью доказал и доказал и показал, что действительно Азербайджан может развиваться вне зависимости от того, какие есть внешние угрозы, какие есть внешние вызовы, потому что Азербайджан способен полностью отвечать на эти вызовы. И на сегодняшний день я, к сожалению, забыл ответить на ваш предыдущий и последний вопрос по поводу, что нас ждет в следующие 7 лет. Какая это будет эпоха? На мой взгляд, это будет эпоха созидания и укрепления. Созидание в том плане, что будет созидание на наших освобожденных территориях. Мы в эти последующие 7 лет мы увидим, действительно, вот так скажем, то, что этот потенциал этих земель, он полностью раскроется. И не только, так скажем, экономический. Экономический и политический, и туристический потенциал вот этих земель, он раскроется, и он станет центром, не только центром региона, но он также будет привлекать туристов со всего мира, политиков, политологов, журналистов. Даже сегодня эти территории, на сегодняшний день, даже в период, в процессе их строительства посещают и ознакомливаются и журналисты, и политологи, и дипломаты, и главы государств, и различные гости. А в плане укрепления пойдет дальнейшее укрепление нашего государства во всех его сферах. И экономическое укрепление, и военное укрепление, и меры в области безопасности. Господин президент сегодня тоже об этом говорил. Но, естественно, мы должны учитывать тот момент, то, что успехи Азербайджана, они нравятся многим, то есть поддерживают их многие, но и не нравятся они тоже многим государствам, многим кругам. И эти круги, эти антиазербайджанские силы, они все пытаются поставить под сомнение, так скажем, успехи и достижения, достигнутые Азербайджаном, в том числе и нашу великую победу. Они тоже ставят под сомнение. Но, естественно, все эти усилия, они, так скажем, не будут иметь никаких успехов, потому что господин президент доказал, и в сегодняшнем выступлении он сказал, что своего мы достигли. Мы вернули свою территорию, мы восстановили свою территориальную целостность. Следующий шаг – это мирный договор. Но и по мирному договору он тоже сделал такое заявление, в том плане, что если Армения будет следовать нормам, принципам международного права, и будет верна своим заявлениям, то мирному договору быть. А может его и не быть. То есть он допустил, что возможно еще и альтернатива. То есть в этом плане мы должны учитывать, что на сегодняшний день, по крайней мере, может, мое субъективное мнение, я не считаю этот конфликт и вот этот вопрос полностью закрытым, пока не будет подписан мирный договор. А пока он не подписан, все еще существуют территориальные претензии Армении, при том они закреплены и в его основном законе, в ее основном законе, в Конституции, и в Декларации независимости, и в военной доктрине, и во многих других документах. И еще вопрос анклавов. Да, и совершенно верно, есть еще вопрос анклавов, но это предмет уже, так скажем, работы по делимитации, демаркации государственной границы. Но вместе с тем, опять же, пока еще есть территориальные претензии, при том, если они закреплены на законодательном уровне, то есть мы еще не полностью обеспечили безопасность нашего региона. Потому что по мере того, что есть эти претензии, Азербайджан спокоен не будет. И в связи с этим господин президент открыто выразил свою позицию и сказал, что вот эти положения в законодательстве Армении, они должны быть отменены, в Конституцию должны быть внести изменения. И сейчас обсуждения по этому вопросу самой Армении тоже идут. И премьер-министр Армении тоже это озвучивал. Сейчас вопрос в том, насколько он был искренен в своих заявлениях, и действительно ли армянское общество готово ли к этим изменениям. Хотя оно должно быть готово, потому что ее подготовил именно президент Азербайджана и его армия, и его народ. То есть на сегодняшний день Азербайджан показал, что никакого другого выхода у Армении нет. И любые другие, так скажем, инсинуации или какие-то другие, так скажем, телодвижения в другую сторону, они закончатся крахом для Армении, для ее экономики, для ее армии и для самого государства. Мы сегодня знаем, что на сегодняшний день Армения полностью, в отличие от Азербайджана, полностью зависимое государство от внешних сил, от той же самой России, от той же самой Европы и Америки. То есть на сегодняшний день это государство не способно осуществлять независимую внешнюю политику. И мы видим это на примере вот этих же заявлений, вот этих же провокаций. То есть понятно, что провокации, возможно, были сделаны по инициативе, руководства, но тут не стоит забывать, что есть покровители Армении, которые ее направляют. И я не удивлюсь, если они также явились, вот так скажем, катализатором, и, так сказать, не организатором, а именно пособником вот в этих провокациях. Не стоит забывать про ту же миссию Европейского Союза, в кавычках гражданскую, которая сейчас действует на территории Армении. Ну, какое государство позволит иностранным гражданам, бывшим агентам, агентам секретных служб, жандармам, полицейским, вот так вольготно чувствовать на своей территории. Азербайджан доказал, что это суверенное государство и сразу же отказался от этой миссии. Армения, не знаю, к сожалению или к счастью, не отказалась. И полностью, она фактически сегодня тоже на этой же границе, она полностью зависит от той же миссии ЕС, которая фактически ничем не занимается, кроме того, как просто смотреть в бинокль в сторону границы с Азербайджаном. Ну, или не стоит забывать о том, что границы Армении уже на протяжении многих лет охраняются не самими пограничниками, Армении, а именно... А пограничниками иностранного государства. Да, иностранного государства. К сожалению, у нас эфирное время ограничено. Асимя, финальный вопрос я хотел бы адресовать вам. Мы с Кеманом Альмом говорили об этом. Вот как вы видите следующие 7 лет Азербайджана? Вот как вы думаете, какой вектор развития будет у Азербайджана в последующие годы? Азербайджан будет стремительно развиваться многовекторно. То есть, это развитие экономики, усиление своей системы безопасности. И одновременно Азербайджан, об этом говорил сегодня президент, своей внешнеполитической стратегией базируется на партнерство, сотрудничество. и он сказал о нашей семье. Отмечая, мы все отмечаем, что многие международные организации сегодня не соответствуют и не выполняют свои базовые обязательства. Вместе с тем, создается новая организация. И эта организация каждый день усилится, и президент назвал эту организацию нашей семьей. речь идет о союзе тюркских государств. У нас здесь огромный потенциал развития, огромный потенциал сотрудничества, базисные культурные ценности и молодое поколение, энергетика. Все это нам даст возможность интенсивно развиваться, усиливать свое государство. И очень важный аспект здесь, и об этом говорил сегодня президент, создать в стране благоприятную среду для инвестиций. Потому что у нас многомиллиардные проекты, это проекты и в Карабахе, и в других регионах Азербайджана, и создание возможности для инвестиций, для потока средств, для того, чтобы Азербайджан еще более интенсивно развивался. Я думаю, что в этом направлении будет двигаться страна. И все, что в общем-то экспериментальная база для этого, это программа Великого Возвращения, это программа развития Карабаха, и все те инновационные проекты, которые будут работать в Карабахе, в дальнейшем будут охватывать всю страну. Я оптимистично настроен в отношении нового этапа, и я думаю, что Азербайджан сегодня становится лидером многих направлений, и кстати, новое для нас это переход на конвенциональную энергетику, проведение у нас в стране в ноябре этого года топ-29, это говорит о том, что мы хотим стать в ближайшее время одним из самых современных демократических и экономически сильных государств мира, и это все изменит и значительно улучшит благосостояние азербайджанского народа, повысит его социальную защищенность и даст еще один стимул для более быстрого развития во всех направлениях, многовекторность, сотрудничество и очень важно, я хочу это подчеркнуть, президент говорил о ценностях, о моральных, культурных ценностях, и в этом плане ценности семьи, развития и усиления каждой семьи дает нам оптимизм в отношении развития нового поколения. Я думаю, что задачи новой эпохи также успешно будут достигнуты. Ну что ж, благодарю вас за ответы. Я напоминаю, что у нас сегодня состоялась инаугурация президента Азербайджана Ихама Алиева в парламенте Азербайджана, где он был приведен к присяге. Также предыдущий период, предыдущий 20-летний период, а также следующие семь лет, ожидания от последующих лет эпоха мира, эпоха развития Азербайджана. Все эти темы мы обсудили с нашими гостями. Сегодня у нас в студии был депутат парламента Азербайджана Киабра Байрамов. Также к нам в студию подключался депутат парламента Азербайджана Асим Мулазаде. А с вами был я, Мурад Ахундов. Это был специальный выпуск новостей. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»